Так, можешь рассказать вообще, это какой спектакль? Это же не первый спектакль, да? Нет, нет, это уже где-то, наверное, штук 160 сыграли. Скажи мне, вот как можно по-новому каждый раз переживать этот образ и нести его свежо, и как в первый раз, когда это уже 160? Смотри, я играю проститутку, поэтому он всегда свежо. Хотя профессия самая древняя. Клиенты у тебя постоянно все тот же. Зритель в смысле международного? Нет, зритель как раз таки это... Это не тот клиент. Это не тот клиент. Нет, ну вот действительно, я как музыкант, я когда играю 15-ю игру подряд, я уже просто... Согласен. Я смотрю на эту бедную публику и думаю, вот, субболизм, чего же вы пришли-то? Вот, ни я, ни мои коллеги, мы уже просто, вот, никакой свежести нет уже, знаешь, просто выжимаем из себя последнее, уже закрыть ноту, уйти и забыть к чертовой матери и все. Ну и на, это не так, это так. Просто, ну как бы, иногда из безысходяги вдруг что-то возникает такое очень классное, когда уже ушел в ноль и ниже нуля. А, с другой стороны, знаешь, вот, это все-таки вот русская школа театральная, она сделана из нас ненормальной. Мы должны быть всегда превосходными в любой ситуации. Как бы, ну так вот, как бы, засадили, как бы, вот, там, китиси, на всяком случае. Однажды мы играли Тартьюфа, ну это было лет 10 назад. Мы его играли на ивлитии и на русском языке. Причем на русском языке мне страшнее было играть, потому что он на чистый стих идет. И я, значит, выхожу, мой первый выход. Сейчас, она закрошит. И я вылетел нафиг, весь текст, первые слова мои. И я начал шандарахать свои стихи. Вот просто, вот какие слова в бушку лезут, там такой был хохот за кулисами. Там такие стихи были, просто катастрофа, смешно, жутко было. То есть по смыслу типа того, что было написано, но это была такая лепка вообще улетная. И после этого был такой шикарный спектакль, потому что все сошло, знаешь, все это. И ты был чистый, как, как дитя, как, ну вот, жил. Я не знаю, откуда это происходит. Вот, меня уже зовут. Иду, Ленка, иду. Как кресло, вот, вот кресло. Не, не, я еще второй, мы... Пусть я сейчас сказал, и мы с тобой опять сейчас увидимся. Саша, ну-ка подъезд вам будет вопросами. У тебя были такие ситуации, что как бы ты, что ты фактически не мог уже отличить, где... То есть не то, что не мог, а естественно сживался и уже... Не отслеживал. Да, не отслеживал, там, где-то там внутри истинный Саша Демидов, да, где-то он там сидит. А ты отыгрываешь роль, которая тебе просто удобно так... И ты не отслеживал. Бывало такое? И вдруг, и вдруг отследил через какое-то время. Ой, так это же не я. Это что-то придуманное, которое я перетащил со сцены в реальную жизнь. Ну, смотри, я вот говорил о том, что вот я снимался в Москве, и Ивана Грозного снимали, и я приехал домой, и в таком как бы приказном порядке, там, значит, к жене суп, вилку, соль, нож, ложку. Она мне говорит, ты что, родной мой, ты что, успокойся. Вот так вот, в таком каком-то резком и лаконичном, знаешь, стиле. Обычно я такой говорливый. Жена ставит на место Ивана Грозного. Она ставит Ивана Грозного на место. Ну, то она и жена. Жена сильнее нужен. Жена Ивана Грозного. Жена Ивана Грозного. Саша, ну вот более какой-то человеческий такой мое наблюдение, что люди очень часто и действительно придумывают себе воли, которые гораздо менее эффективны, менее красивы, чем их истинная суть, которую они даже не знают. Они как бы вот с молодости как-то выстраивают, играют эти три-четыре маски, например. Это, ну, во многом это зависит, конечно, от общества, от круга людей, в которых эти люди пребывают, откуда они там вышли. Там, знаешь, просто квартал, улица, дом, народ, там, национальность. Это все такое тоже как бы игра, игра. То, что ты говоришь, вот то, что человек, если бы он знал, он был бы гораздо богаче в своих проявлениях, если бы вот не эти роли, которые прилепились к нему в течение жизни, учебы и прочих всяких телеканалов, которые лепят просто голливудские фильмы, которые, то, наверное, было бы покруче жить, интереснее было бы, если бы так все раскрылись бы и жили бы в таком более естественном состоянии друг с дружкой в общении. Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, не помогает ли это себя тоньше прочувствовать? Играешь это, окей, это не мое, это немножко мое, и это, и это. И так как бы собираешь то, что действительно откликается, то, что действительно важно. Люди ужасно страдают от отсутствия эмоций. Люди не умеют переживать эмоции, людям тупо скучно все. Вообще, это такая крутая история. Если бы люди вышли из этого, то на самом деле возникла бы такая жизнь, как бы искусство, в хорошем смысле этого слова. То есть не нужно было бы идти в кино или в театр, чтобы увидеть красоту, общение, звук, мысли, чувства, которые выражают актеры. А это было бы просто в жизни. В жизни мы скучные, и вообще, на самом деле, на самом деле, это вот, это крутая была бы, я думаю, так, наверное, когда-нибудь будет, когда будет понятно, чего живем, как бы. Понимаешь? Ну, у меня такое ощущение, как бы, в чем красота жизни, общение между людьми? Куда она и двигает нас, вот это, это наша жизнь, как бы, что там в ней, чего мы ей пожелаем, куда купим.